Раз, два, три, четыре. Мы приглашаем активно участвовать людей, которые готовы помочь сотрудничать в этом проекте, особенно людей с особенностями, с инвалидностью, которые могут преподавать, например, ручной труд или бисероплетение, или еще какие-то виды деятельности. И это будет непосредственный образец для этих детей, что они точно так же могут социализироваться, что они тоже могут. Если он смог, то и я смогу. Сын Светланы Гулянковой Павел уже дорослый. Ему 18. По словам матери, юнак вельми складаный, где на контакт с иншими людьми. Примусить нечто зарабить на суперок его жаданию, бадай, что немогчима. А на занятки летней пляцовки идти охотно, чекая их. Под час импровизованных уроков худка включается в процесс и отримливает его широе задовольнение. Наши дети, они в основном развиваются и растут в закрытом пространстве. Это в основном семья, родители, бабушки, дедушки. Поэтому вот эта площадка, она дает возможность социализации для наших детей. И мы бы были очень благодарны организаторам, если бы вот эта программа получила дальнейшее развитие. И наши дети каким-то образом общались между собой, получали дополнительные знания. Ну и, естественно, получали какой-то доступ к обществу, к социуму. Коли летняя пляцовка у Центра инклюзивной культуры будет запотребована и знайдя поддержку сирот спонсоров и волонтеров, проект отримает развитие. Особливые дети – шанс на социализацию, простворчить. А их батьки могут сделать своих детей больше самостойными и счастливыми. Марина Джалая, Василь Осипцов, телерадио «Компания Гомель».